Здравствуйте, Гульмира. Здравствуйте, меня слышно, да? Слышно, очень хорошо. Всем здравствуйте, МакПа, очень приятно с вами быть на одной волне сейчас. Завидно. Всем здравствуйте, участникам эфира. Расскажу маленькую такую историю. Когда я только пришла на пятый элемент третьего потока, у меня были запросы о том, чтобы научиться медитировать, научиться правильно ставить свои цели, немножко волнуюсь. Не волнуйтесь. Отправьте сердечки, пожалуйста, к Гульмире. Всех целую. Был запрос у меня, естественно, и про свое гнездышко, свое жилье. Я работаю в строительной компании, много лет работаю, ну, пять лет. Отдаюсь полностью душой и сердцем, постоянно переживаю за компанию. И на третьем потоке, получается, во время третьего потока я отправляла запросы, намерения, через медитацию, через свои желания, чтобы у меня было свое гнездо. И вот в марте, а нет, в апреле, в апреле меня руководство вызвало к себе и сказали, мы вам презентуем квартиру, даем в качестве подарка. Сначала так сказали, как бы меня немножко подготовили, я такая хожу, думаю, ну, наверное, однокомнатная квартира, там, с видом красивым. Потом ближе, где-то через две недели они мне сообщают, нет, мы вам даем трехкомнатную квартиру, хотя я ожидала меньше, и плюс то, что вы постоянно находитесь на работе, чтобы вас не обременять, и чтобы вы постоянно не отпрашивались делами по ремонту, мы вам делаем в качестве бонуса еще и ремонт. Даже частично мебелировали мне квартиру. Вы сейчас в этой квартире находитесь? Да, сейчас я в этой квартире нахожусь, в зале гостиницы, да. Я стала более спокойной, уравновешенной, на работе все равно получаются какие-то казусные моменты, где ты не можешь немножко сдержать свои эмоции. После программы и во время программы «Третьего потока» я научилась разговаривать с нашими подрядчиками, разговаривать с коллегами, с родственниками, и я стала, можно сказать, наблюдателем. Я больше наблюдаю, чем веду себя там где-то агрессивно или пытаюсь понять кого-то. Я просто наблюдаю со стороны, вижу, и ко мне приходят мысли, идеи, правильное решение, оперативное. Вот, еще плюс, что я во время... Зависысь, я помню. ...похудела почти на 15 килограмм. Что? Да, да, на 15 килограмм похудели во время «Третьего потока», стали более спокойны. Что говорят на работе, что говорят на работе, какая вы были до пятого элемента и после? Ну, я, во-первых, два человека, два разных человека стала. А это говорят на работе, что вы стали два разных человека? Да. На работе, во-первых, у меня изменился... ...счастливая, дружелюбная, инициативная. И у вас глаза горят? Если я раньше до трети... А? И у вас глаза горят? Да. У меня глаза горят, у меня все тело в тонусе. Я прям черпаю энергию, наверное, со Вселенной, с Земли, с воздуха. Везде я вижу энергию, как вы вот нас учили на «Третьем потоке». Я везде вижу энергию и пытаюсь, и это получается. Самое главное, что это получается. Не впадать в депрессии, не впадать в агрессии, сохранять спокойствие. Где-то даже вот иногда смотришь на себя в зеркало и видишь какие-то моменты, которые связаны именно с... Ребят, ну плохая связь, наверное... С вами думаешь, блин, что-то происходит. Плохая связь? Да. Гульмир, мы тогда, наверное, на этом завершим. Спасибо вам большое, что вы пришли. Я благодарю вас. Да. Я думаю, что мы снимем с вами отзыв, и там вы сможете раскрыться больше, да, потому что связь плохая, прерывается. Передайте своей строительной компании, своему шефу, чтобы они еще вам хороший Wi-Fi провели. От души вас благодарю. Спасибо большое.